Культура 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 Я чувствовал, что такие мастера вокруг, как я здесь оказался, это без скромности я до сих пор думаю, как это происходит. Ну, конечно, это всегда приятно. Приятно, когда оценивают, когда аплодируют, когда пишут рецензии, серьезные критики. Это всегда приятно. Но это никогда меня не сбивало с толку. Я знаю объективную реальность. У меня нет преувеличения собственных достижений. Несмотря на то, что фильм не смог завоевать главный приз в своей секции, романтическая история получила положительные отзывы европейских критиков. Зрители знакомы с Азельханом Ержановым, как с режиссером, рассказывающим о социальных пороках общества. Отличие его нового фильма в том, что там режиссер впервые исследует тему любви, но при этом не изменяя себе. Социальный фон остается неизменным. Ой, вообще, все было волшебно, конечно. Потому что уже даже когда подали, когда нам сказали результат, и, в общем-то, сразу почувствовалось вот это очень хорошее отношение к картине. Потому что тут же начали присылаться какие-то письма, очень много хвалебных писем. Когда приехали, то есть это было такой пиетет уже на уровне, да, то есть таких как бы маститых кинематографистов. Ну и сама картина, она действительно такая, знаете, волшебная. Мне кажется, Азельхан здесь немножко поменял свой стиль, немножко как-то вот нашел какую-то новую сторону. Потому что, с одной стороны, конечно же, мы видим того же Азельхана, мы видим реальность, мы видим героев, мы видим тому, как реальность никак, в общем-то, не дает какого-то выхода, опять же, жизни. Но самое главное здесь, опять же, конфликт между социальной реальностью и новое то, что возникает, это как бы тема любви. И вот здесь начинается борьба, то есть любовь и жизнь. Азельхан Ержанов далеко не новичок на престижных международных фестивалях. Четыре года назад именно на бульваре Круазет состоялась премьера его фильма «Хозяева». Картина «Ласковое безразличие мира», как отмечает сам режиссер, это первый фильм со стопроцентным казахстанским участием, без вовлечения международных коллабораторов. Фильм повествует об истории любви, но как это бывает в классических драмах, на пути которой стоит множество препятствий. Задумывали так, чтобы преобладали общие планы. Это вот как в технике стафаж. То есть маленькие люди, маленькие человечки, фигурки на фоне больших картин. То есть самое главное здесь даже иногда не фигурки, самое главное это фон, который вокруг них. Потому что сюжет в принципе о том, как два молодых человека оказываются под гнетом окружения в этом местами враждебном мире. И нам визуально необходимо было подчеркнуть этот конфликт, этот огромный мир и маленьких людей в нем. Стиль работы казахстанского режиссера отличает компактность. На съемочной площадке ему необходимо всего 10-15 человек, устоявшаяся небольшая команда. И в процессе съемок редко случаются дополнительные запасные ракурсы и дубли. С самого начала режиссер имеет точное видение, как должна выглядеть картина. Так, к примеру, «Ласковое безразличие мира» с общим бюджетом в 50 тысяч долларов был снят за 14 съемочных дней вместо задуманных 30. Когда я только начинал снимать, это, конечно, было движение в потьмах, и очень много было минусов в том, как я организовывал съемки. Это всегда разрушает ту концепцию, которую ты создаешь. Затем я исправлял свои ошибки, то есть я сейчас не снимаю без раскадровок. Я выверяю с оператором, с художником каждый кадр, и поэтому я стремлюсь свести к минимуму какие-то вещи, которые отводят от замысла главного. Поэтому сейчас, вот с моими последними работами, с последними фильмами, я могу сказать, что все, что я делаю, это то, что я задумал. Ну, практически на процентов 70 точно. А если что-то не получается, значит, изначально я задумывал плохо. Особый стиль режиссера отмечают и сами актеры, исполнители главных ролей. Ну, максимум два дубля у нас было во время съемок. В основном с первого дубля все снимали. И это очень интересное такое чувство, когда снимаешь с первого дубля. И ты думаешь, блин, а вдруг что-то ты не додала. Может быть, ты на втором-третьем сделал бы это как-то другому. Ну, на тот момент я просто сказала, Зинар, стой, это Азельхан, я ему доверяю. Но если он сказал, что было, значит, было плохо. Все, отпусти. Вот. И во время съемок я ни разу не подходила, не смотрела пайбэк. Что-то получилось. В итоге потом уже, когда фильм был готов, собран, я спрашиваю, Кусейрик, можно я посмотрю? Нет, Зинар, ты увидишь это на премьере в кадрах. И вот так вот, получается, до конца я не знала, что же там получилось, пока сама своими глазами не увидела уже готовый фильм непосредственно на фестивале. Динара Бактыбаева – исполнительница главной женской роли. Ее героиня Салтанат по семейным обстоятельствам вынуждена променять умеренную сельскую жизнь на городскую суету. Я безумно горжусь Адельханом, что он один из таких, знаете, первопроходцев, который оказался на таком масштабном событии, на таком масштабном мероприятии, что европейцы его безумно любят, они его уважают, ценят. То есть, когда мы приехали туда, все относились к нему как к своему старому, знаете, другу. Все им восхищались. И эта безумная гордость пробивает внутри. И я рада, что вот так вот потихонечку, потихонечку, большими такими шагами наш кинематограф так продвигается. И Адельхан останется в истории. И я рада, что я тоже приняла в этом какое-то такое участие большое. Тепло принятая лента «Ласковое без отличия мира» после КАН завоевала сразу два приза кинофестиваля Алматы «Фильм-фестиваль» за работу оператора и художника-постановщика. Следом французский Ленд-Ранш-фестиваль, каждый год делающий фокус на определенном режиссере. В этот раз французским кинокритикам представлена этакая ретроспектива работ казахстанского кинорежиссера за последние 10 лет. Ну, они давно на связи, еще года два-три года назад они заинтересовались моими фильмами. И вот каждый год они ждут, спрашивают. То есть это такой фестиваль, для которых все равно, взяли КАНы или нет. Ну, может быть, это добавляет, конечно, интереса. Но они нацелены, прежде всего, на такое, я бы сказал, даже маргинальное направление кинематографа. То есть им интересны, прежде всего, какие-то вот новые стили, новые какие-то формы. И в этом плане я с ними солидарен, потому что мне всегда была интересна, прежде всего, новая форма. А, как бы, все остальное, мне кажется, это нечто такое прилагающееся. 2018 год оказался богат на новые киноленты. Так, в ноябре в отечественном прокате появится художественный фильм «Саташ», снятый в жанре вестерн. Режиссером картины выступил режиссер, сценарист и журналист Толи Генбай Тукенов. Сценарий мой, да. Вообще, давно-давно у меня было такое желание снять про человека, который в отдаленном ауле, ну, потому что это удобно. Это одна локация, ты там все снимаешь, такой герметичный, ты можешь показать какое-то состояние общества, как метафору вот в этом обществе. Это дешевле, ну, и вообще интересно мне всегда казалось. И плюс еще мне всегда хотелось, конечно, снять вестерн, потому что есть все сопутствующие элементы, но почему-то вестерны не очень популярны. Ну, когда я снял, я уже понял, почему. Потому что это дорого. У нас история завязана тоже на таком ауле, который когда-то был процветающий в советское время, а сейчас, ну, бывший комбинатовский такой аул, а сейчас комбинат уже давно заброшенный, но тем не менее сейчас что-то шевелится, и поэтому там криминальные такие группировки рядом оживаются. В октябре этого года картина «Саташ» приняла участие в конкурсной программе 34-го Варшавского кинофестиваля. С 2009 года Варшавский кинофестиваль вошел в число элитных кинофестивалей, наряду с Каннами, Венецией, Берлином и Сан-Себастьяном. Это фестиваль класса А, вот он входит в перечень 19, по-моему, мировых фестивалей класса А, и достаточно престижно туда попасть. Да, это был конкурс, так называемый конкурс 1-2, то есть это первых, вторых фильмов дебютных, это конкурс дебютантов, грубо говоря. Он второй по значимости, конкурс после основного. Вот, и там было достаточно много картин, из Европы в том числе. Для меня, на самом деле, это первый фестиваль, и поэтому я просто ходил вот такой ошарашенный, смотрел все фильмы, знакомился с людьми. Несмотря на то, что «Саташ» – первая самостоятельная работа Туллигена в качестве режиссера, она сразу снискала благосклонные отзывы кинокритиков и зрителей. Я сам режиссер и актер, и мы в нашем театре поставили спектакль для молодежи о том, как сын ищет своего отца. Я думаю, что смогу много черпать из вашего фильма и использовать идеи, которые в нем есть, для работы над нашим спектаклем. В нем много мыслей о взаимоотношениях отцов и детей. Ваш фильм универсальный и одновременно очень много рассказывающий о вашей стране. Очень рад, что мне удалось его посмотреть. Фильм рассказывает историю честного полицейского, живущего в отдаленном ауле и в одиночку вступившего в схватку с бандитами, захватившими его родное селение. Это такая собирательная история о всех, наверное, таких заброшенных комбинатах. Может быть, даже не заброшенных комбинатах. Ну, то есть вот та картина. Изначально у нас такой был план снять. Знаешь, меня всегда интересует, когда ты едешь куда-то от города далеко, ты видишь всегда обломки этой цивилизации. Только, например, в Греции там это Парфенон, какие-то обломки. А у нас здесь там торчащие рельсы ржавые, какие-то вагонетки, которые еще не успели продать, сдать на металл. Ты понимаешь, что когда-то это была цивилизация очень крутая, а сейчас одни воспоминания, да? И вот это хотелось ощущение показать, как люди еще живут на обломках этой цивилизации, а новую пока не создали. Герой в каком-то смысле, да, потому что он привязан к собственному отцу. Это такой герой, у которого отец себя дискредитировал. Из-за того, что отец его был коррупционером, он честный полицейский. Он не берет взяток, он преследует бандитов, он всех там уже достал тем, что такой честный, да? Ну, как бы уже его никто не любит, потому что он слишком честный. А ему вот хочется что-то сделать, что я не такой, как отец, да, доказатель. Потому что из-за отца его погибло много людей вот во время криминального налета. И вот это его мучает. Фильм был снят силами киностудии «Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта Республики. Съемочный процесс, длившийся около трех недель, стартовал в августе 2017 года и проходил в 40 километрах от города Копчегай, в реально существующем и по сей день поселке Бригадир Алматинской области. Как признается сам режиссер, именно локация задает большую часть атмосферы, передает то настроение общества, о котором повествуется в фильме. Мне хотелось себя выразить. То есть, ну, я хотел озвучить те проблемы, которые для меня важны, мне кажется, важны для общества, но я не хотел делать форму там радикально авторскую. И мне нравится жанровая форма, потому что, ну, так, наверное, интереснее, что ли, делать, доносить. Вот поэтому сложно сказать. Для меня, почему интересно, да, посмотреть, как люди отреагируют, потому что, с одной стороны, это жанровый фильм, с другой стороны, нетипичный. За четверть века в стране с чистого листа сформировалось абсолютно новое, конкурентноспособное кино. Различает его происхождение. Есть фильмы коммерческие, субсидируемые государством и авторские. И сегодня мы рассказали о тех, кто формирует новое кинематографическое полотно Казахстана.